День КВВ – праздник особенный. Но, правда, способов отмечания таких дней у варваров немного. А если конкретно, всего один. Осаждается местная таверна, и из нее выносят все, что в руках поместится. А потом начинается гуляние, мордобой и соревнования по метанию гоблина. Но тут, среди всех собравшихся, один огур замечает, что чего-то не хватает. А дело в том, что у варваров есть традиция. Они каждый год ходят, ну, не в баню, конечно, но в фонтан. Но вот ведь незадача. Последние полгода в округе засуха, и воду носят только с гор. О каких фонтанах вообще может идти речь? Но нашим варварам нет покоя. Как это без фонтана? Непорядок. Пошли искать. Собрали все бочонки, загрузили вьючных собак и отправились в путь. Пройдут километр, остановятся. Ну, за километр. Пройдут еще километр и снова. Ну, за километр. На пятом километре, правда, решили, что можно и по 500 за 500 метров. И вот так вот дистанция между перерывами все снижалась, а количество выпитого только росла. Пока наши отряды не забрели, черти пойми куда, да так там и уснули. На утро был убийственный сушняк и страшная обида в сердце. Ведь фонтан так и не нашли. И тут один глазастый гоблин кричит. Все тут же вскочили и давай высматривать, пока их взгляд не упал на это чудо. Не так далеко от их остановки сиял прямо-таки оазис. Замок невиданных красот. Вокруг все зелено. Феечки летают. Горы искрятся. И кажется, сам воздух пронизан магией. И, конечно, среди всех этих красот в отдалении стоял... Фонтан! Прорычало чудище и рвануло с места на всех своих четверых лапах. Остальные тоже очнулись и побежали следом. Такой чудесный райский уголок, естественно, охранялся. На входе стояло два статных элементаля огня. Увидев орду ревущих, немытых, полупьяных варваров, они только и смогли что поднять руку с открытой ладонью вперед и хлоп, тут же быть раздавленным огромной лапой горного чудища. Жители магического города обомлели, пока стая варваров прыгала и плескалась в источники. А самим варварам-то все равно, ну вода и вода, че они там, намылись, напились, даже подраться успели и похмелье как рукой сняло. Миссия выполнена, праздник удался. И без всяких задних мыслей варвары покинули оазис, громко гагача и распевая песни. Тишина еще долго стояла в городе магии, лишь слышны были всхлипывания феечек. Такого ужаса они еще никогда не видели. Ведь их священный фонтан, каплю которого лишь раз в год капали в колодец, дабы наполнить город магической энергией, только что хлебала, плевалась, плескалась и намывалась во всех местах какая-то кучка озверевших животных. Недальновидность, необразованность и невоспитанность варварская границ не знают. Чтобы по-настоящему оценить все паскудство и неотесанность их поступка, приходите ко мне в костерку, послушайте историю с моей стороны. Вернулись наши герои домой. А там их встретила грозная Шива. И она явно не была довольна. Посмотрите на себя, говорит. Все чистые, трезвые. И похоже, что светятся что ли. Вы где были-то, олухи? Узнав правду, Шива тут же начала собирать войска и готовиться к войне. Ведь было очевидно, что с этими бездушными существами за кружкой Эля не сдружится. Итак, сказки закончились. Играем за Шиву. Очень серьезная женщина. У нее есть нападение, разведка, специализация на птицах, рух. Да все, что надо есть. Все, что надо. Вижу обзорку. Она, естественно, покажет нам чуть ли не половину наших земель. Вижу гарпи, коробочки. Хорошо. Гарпи сложно пробиваются, как и крестоносцы. Вижу один утес чудищ. Еще интересная коробка за элементалями. Второй утес чудищ. Вторая, второе утес. Как это склоняется? Не знаю. Ну, в общем, походу, у нас есть все шансы на первой неделе выстроить наших чудиков замечательных. И поназахватывать вот эти вот внешние жилища. И, блин, чуть ли не целую армию этих чудовищ сделать. Это очень страшная сила, на самом деле. Главное, еще их будет, конечно же, конечно же, это улучшить. То есть сделать их древними. Это, конечно, странно. Типа, молодой кроп, он, значит, слабый, а старый кроп, древний кроп, он, видимо, сильнее будет. Не знаю, как это работает. Думаю, куда сейчас пойти. Но мне, наверное, надо вниз. Там есть камешек, который нам очень нужен. И, ну, и воров пробить, в принципе, будет хорошим делом. Хорошим делом, знаете, вот ходите вы по улице. И воров видите. И вы такие, так, непорядок. Птицаруха где моя? Сейчас будем вас, значит, наказывать. Вот такой вот самосуд. Так, ну, я отвлекся. Значит, куда ударяем? Шесть, восемь. Не боюсь, с моралькой, так я вообще ничего не боюсь. Ударили, а, отлетели. Все, нормально. Теперь надо как-то вот с нижними справиться. Так, чтобы они много нам не убили. Ну, как так-то? Надо было больше бить. Стоим, стоим. Ничего тут не делаем. Сейчас все должна сделать нам птица. И собаки. А, собак-то я и закрыл. Вот надо было единичку ту отодвинуть. И все было бы хорошо. Собака бы сходила первее. Я бы ударил. И не потерял бы две собаки. Ну, наверное, в идеале. Что за свиток? Ну, конечно. Конечно. Конечно, печаль. Посмотрим на трупик. Естественно, ничего там не находим. Деньги нам очень невероятно нужны. И вот этот камень там, тот сверху нам тоже очень нужен. Собственно, за ним я и пошел. Снова пустые трупы. Ну, это... Земля варваров тут. Вряд ли у трупов можно что-то найти. Так. Так. Что, префектуру строим. Обязательно. Обязательно. И потом чудище. И вот это вот, да. Самая сложная наша задача. Вижу там шахту, кстати. Этих самых кристаллов. Ну, что бы нам первым пробить? Мы убьем вот столько? Ну, сомнительно, да. У Гарпии очень сложно бить. Даже автобой говорит, что... Ничего у тебя не выйдет. Много. 7, 7, 7, 7. Какой-то джекпот. Прямо. Джекпот. Что же мне с вами-то делать-то? Стрелить не получится. Очень мало будет. Что-то я не это... Что-то я, по-моему, больно рискнул. Вот, спасибо, конечно. Мораль еще. Ну, хоть единичку хотя бы, да. Вау, вот и собак-то и не осталось. И чего? И чего я буду делать? Ну, убьешь ты одну. А дальше, что мы собираемся делать? Мы отдаем орков, я так подозреваю, всех вообще, что у нас есть. Птица туда сейчас вылетает. Сейчас будут убивать. Да, сейчас будут убивать. Мальчишек будут убивать. Бью следующую, которая еще не ходила. Чтобы она у меня поменьше убила. Ну, они просто в эту птицу вряд ли будут влетать. Мою. Вау. Не влетает. Очень не хочу потерять рухов. Ну, рухи это мой такой эталонные, эталонные красотки, птицы. Вот это вот. Мне надо отлетать. Мне надо отлетать. Иначе они меня убьют просто. Там, сгрызут. Не знаю, они берут и просто долетают. И все, вот тебе. Ну, какая мораль там? Фу, е-мое. Верхнюю, если бить, нас будут бить все. Трое. Если стану сюда, она тоже сюда подлетит и меня куснет. Больно кусает. Птичку потерял. Очень жалко. Подставляю орков, а им все равно. Они такие, нет, нам понравилось мясо рухов. Руховое мясо. Как это правильно называется? Рухатина. Блин, ну пусть они там и сжирают этих вот оставшихся моих. Я пока птичкой тут схожу. Да что ж, ну сколько моралей-то уже было. Ну хватит уже. Уже хватит уже. Боже, ну всех потерял. Ну всех. Ще никого... Оооо. Хе-хе-хе. Ну тогда все. Тогда все нормально. Размен был вполне себе достойный. С пятьюдесятю орками можно натворить дел. Можно захватить как раз и наши утесы, чудищ. Да? Вот эти вот две штуки. Можно. Сложно, но можно. Так, у нас вообще очень интересные там артефакты есть. Вот тут еще деревяшку бы взять. Вообще, нужно ли нам дерево? Нам нужно дерево. Вообще-то нам не очень нужно дерево. Ну ладно, посмотрим. Так, 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 так. Ну пошли наверх, видимо, нам теперь нужно там отбивать утесы. Так, ну горгулий, ну горгулий. Чего горгулий? Четыре. Не, нам нужна сейчас будет каждая единичка. Потеря одной единичкой будет означать, что нам придется отщипнуть от отряда орков вот другие единички. Я бы не хотел. Ай. Неприятно. Неприятно. А как я... Да, закрываем. Хорошо. Птица. Нельзя. Откроешься. Орк получит по шлему. Ну нормально, но все-таки придется походу орков делить. Так, куда идти? Я пробью сейчас. Может попозже. У нас время-то еще есть, в принципе. Нам денег нужно. Просто завались. Просто завались денег нужно. А вот я приметил у гномов, значит, у них всегда где-то там под матрасами лежат заначки всякие, скопления. они в банки не очень верят. Вот у них просто... У них сокровищницы, понимаете? У них не банк. У них, как это называется-то, по-нашему... Общак у них. Вот мы сейчас в этот общак и залезем. Залезли, точнее, даже уже. Так, как мне тут их так размансить, как это называется. Ну нормально, урон приличный, благословения только не хватает. А так вообще все прекрасно. Добиваем. Добивать надо было. Ну ладно, бежим. Теперь поджидаем. Так, отманить куда-то вот эти все отряды куда-нибудь куда можно. Вот сюда подставляю, чтобы он, наверное, совсем назад. Нет. Жалко. Жалко. Все единички нужны и важны. Ай! Не посмотрел-то, что левый он дойдет. Потерял на ровном месте два с половиной орка. Как-то все это очень так это выглядит опасно на самом деле с этими двумя. И что я вам с вами буду делать? Мораль ждать как-то. Что-то как-то непонятно мне. Так, а что если первый-то сходит не правый, да, а центральный сходит первый и он пойдет на единичку? Мне кажется, гениально. Мне кажется, гениально. и теперь у нас есть время, чтобы вот это... куда ты пишешь-то? Ну, братан, ну, тут не надо было мораль вот так вот видишь, твой друг спокойно идет никуда не спешит. Ну, еще впереди много лет жизни. Ладно, вот он и умер. Ну, нормально пробились. Тактика круто. Тактика это круто. Вот, 4000 денег и еще три кристалла. Нам еще как раз три еще и не хватает. А так вот по деньгам мы уже сошлись. Можем, в принципе, построить цитадель, потому что камни у нас завались, денег у нас завались, а цитадель нам по-любому пригодится. Вон там еще и вижу, да, кристаллы кристаллы. Как бы нам обе-то захватить, вот эти обе? надо подумать, надо подумать. Нам надо и построить, и захватить еще одно все, чтобы этот денег хватило, и я даже не знаю, вот можно прыгнуть в водоем, не в фонтан, не путать с фонтанами. нам нужен именно водоем. Ну, пойдем, наверное, туда, а потом второй возьмем. Уже с чудиком будет попроще. Или как? Я даже не знаю, ну, то есть, надо как-то все это успеть пятый день, то есть, у меня запасть сейчас три дня всего на все вот на это все эти красоты взять там, гномницу. Я не успею тогда, тогда я не успею в обе в обе внешки, вот эти вот внешние жилища. Блин, это непростая задача, непростая. Как мне это все сделать-то? Просто 45 орков, 47, да, это хорошо, но единичек нет, и я там много потеряю. Ну, в итоге гномов-то вообще без проблем пробиваются, да? Да и без потерь даже должно быть, потому что они медленные, и я стреляю топорами очень-очень больно. Сейчас, я думаю, простенько мы их тут приманим наверх, будем отстреливать, и все, и пока они до нас не дойдут, они до нас наверное не дойдут. Даже мораль, вот у нас, видите, тоже, у нас тоже есть душа, у нас тоже есть в сердце кровь, и спокойно дострелим. Да, никаких проблем, но вот проблемы сейчас начнутся именно вот здесь. Я здесь потеряю много, но пробьюсь, это я знаю. Блин, ну птицу не хотелось бы. Много, но пробьюсь, а на второй мне может не хватить вот этой вот силы, потому что я здесь довольно много отдам своих слабеньких отрядов, ну скажем так, по жизням, по жизням слабеньких. Не, мы просто стоим, никакие отмашки не снимаем, просто ждем, когда он доходит, и отстреливаем, отстреливаем как можно больше. Надо выпустить топоров. Просто встаю, просто встаю, потом так же встанет туда мальчонка. Ну не сейчас, а позже. Ну в принципе сейчас можно было бы, но я уж так на всякий случай. Блин, а если бы я поставил тут двух туда, он бы мог сморалиться внезапно, да? И вот, слушайте, нормально, даже со снятой бумажкой все хорошо, птичка добила. Брать, не брать, брать, не брать, ну конечно же брать. Выдаем все еще. Ну не достаем, не хватило одного хода, блин, для водоема. Он просто дает там, по-моему, 400 очков передвижения на сегодня. И это было бы неплохо, неплохо. Вот, и сейчас как? И сейчас мне надо блин, а я успею тут дым-сюдым, да, то есть наверх там денежку взять. Мне просто очень нужны кристаллы. Ну вот сейчас надо как-то, слушайте, а вообще ландшафт-то интересный. Ландшафт-то интересный. Мы можем сюда спрятаться, да, и вот как бы просто единичками это блочит. Это все дело. Он должен пойти будет вниз, то есть он должен будет пойти снизу на нас. мы одну единичку подставим, потом да, хорошо, все по плану. А, по какому плану? Подожди. И что я сделал? И сейчас он в руху влетает. Я какую-то фигню придумал. Ну, руху мне жалко. Мне жалко руху. Блин. Да, Саша, вот ландшафт. Ну, и я теперь даже чудиком-то не дохожу, чтобы ему дать воспользоваться ландшафтом прямо, воспользоваться как надо. Ну, да ладно. Нам вот эти все потери нипочем. Мы все продадим ради чудовища. Ради чудища. Простите. И вот нам надо брать. Нам надо брать именно этот кристаллик. Вообще не замечаем ничего. Строим утес. О, да. У нас уже, блин, сколько там прироста у нас? По-моему, четыре будет. Один замка, два плюс смешек, это три, плюс еще цитодельный, наверное, один дает. Да? Коробка, кстати, за горгонами. Больно неудобная коробка, на самом деле. так, и три. А, нет, три все-таки, три. Понятно. База просто один плюс две внешки. Три. А что, цитодель тогда зачем я строил? Постойте-ка! Я что, зря строил цитодель? Эх, ладно, ладно. Ну, рынок точно пригодится. Угу. Что там, наш оппонент? неизвестно. Так, новая неделя. Крысы. Угу. Извините, меня тут отвлекали. Гномы 10-19. Один чудик у меня, две птички, да? 28. Характеристики, в принципе, неплохие. 6-4. Я вообще беру это. Блин, вообще-то выглядит очень опасно. Выглядит супер опасно. Даже не знаю. Другой раз, видимо, ну вот, здесь денежки подберу по дороге. Вот почему люди любят видеоигры, да? Что в них можно делать то, что нельзя делать в реальной жизни. Вот, например, деньги найти на дороге. И очень много. Покупаем двух чудищ. У нас теперь три, я вообще ничего не боюсь. Наконец-то в водоем нырнули, освежились и можем прям все, горы сворачивать. Вот вижу вот эту вот коробку, да? В принципе, она должна быть простой, хорошая. Там сатира охраняют артефакты. Башню орков. Но как бы и хочется построить, да ну или в жопу эту башню. Так, ну чё? Ну чё? Ну чё? Ну чё? Может возьмём замок там сверху? Я думаю, он не так далеко, да? Там закупим хотя бы единички, это очень важно, то есть делать единички из орков, но это как бы немножечко, да, немножечко зашкварно. Давайте возьмём здесь наших ребят и будет хорошо. Кстати, там ещё одна хорошая коробка есть на верху, я её обязательно хочу взять. Так, тут надо взять правильно этот кристаллик, ага, так вот сбоку, потому что по диагонали тратится ходов больше. Ну, короче, там долго объяснять по этой механике. Неважно, таверну, да, обязательно, чтобы потом выстраивать уже префектурку чё у нас там, 4-1 на 6-5. Ну, тудым-сюдым, вон там великий маг, а мы великий воин. Нормально, нормально, вроде ничего страшного нет. Коробка, 60 хоб-гоблинцев, берём, эээ, куда? Не-не-не, берём и идём куда? Вот коробка, раз, коробка, два, да, о, там даже, блин, я даже, наверное, сначала сюда схожу, потому что, ну, вдруг там ещё орки будут, да, и с этими орками будет попроще брать именно вот этих вот элементалей стреляющих неприятных. А тут мы сейчас кто-то сейчас расстреляем. Ну, кстати, между прочим, их тут неплохое количество, но я уверен, наши Михал Потапчи разберутся. Тем более, у нас вот трое пошло наверх, это очень приятно. Потому что мы пока сейчас сможем тут с нижними поболтать, побазарить, разобраться. Думаю, снимать отмашку или нет. Просто, наверное, чудик-то пофигу, ну, там, ударят его в офиг гномов. И что? И что теперь? Вот может, наверное, птичка так встать сейчас сюда, и кто-нибудь отманится с той стороны и справа начнёт идти. И мы ещё больше ходов себе выиграем. Вот, например, вот этот вот пошёл туда. Вот, конечно, улучшенный гном неприятен. Неприятен мне, я думаю, надо было с него всё-таки снять отмашку. Потому что, ну, чудик, наверное, чуть больно будет. Так-так-так, я видел, что вот так надо будет встать, чтобы добежала ещё мальчонка. Да, хорошо, осталось пять. Можем вообще сюда отманить. Если не будет морали, так вообще будет замечательно. Добиваем, бьём, и в него же надо будет стрелять, ибо не хочется от него получить много урона. О, чё, не убил? Хо-хо-хо-хо! Да, слушайте, я не знаю, как он вообще не убил, потому что ну, сколько там было? Тридцать, да? гномов молотком ударили по птице, хотели сделать, видимо, какую-то отбивную из рухных грудок. Не знаю, ничего ещё сложно понять, как назвать руховое мясо. Ну, нормально, три вообще, считай, нет потерь, и нет потерь. Мудрость. Ну, Шива, ну, посмотри на себя, какая мудрость, ну, какая мудрость, ну, зачем она мне нужна, да? Приятно, конечно, но я не думаю, что мы будем в мага прям так вкачиваться, не думаю, не думаю. Вот продвинутые нападения, это про нас. Меч за спиной, и больше нас ничего не интересует. Экспертный, да. Чё он с коробки? Волки, неплохо, можно было бы их, конечно же, прям сразу в этом форте на холме прокачать, но это очень дорого, а денег у нас нет, и я вас уверяю, у нас их и не будет никогда, потому что очень дорого всё стоит, и улучшение чудиков, и, кстати, нормально пробил автобой, улучшение чудиков, и сами чудики альбеют, очень дорого стоит. Чё, так, наверное, и пойду. Жалко, не хватает? Чуть-чуть всего. Патает всего чуть-чуть. Так, а птица будет закрывать, иначе, сразу, да, на следующий ход. Да, об этом я постоянно забываю думать, что он может просто в ближнем бою пойти и ударить. Ну, вроде нормально, вроде нормально. 35 улучшенных наездников на волках гораздо лучше, чем, сколько там, 19 было этих гублинят. Вот чё, такие потери большие. Не верю, не верю. Сейчас мы тут всё устроим. 50 волков, 50 и 35 улучшенных. На самом деле, я бы мог сравнить, что 50 волков и 35 улучшенных волков, они примерно вот одинаковые. Может, даже 35 волков, так оно и получше будет, в моём понимании. Ну, хватит там уже эти, набухиваться. Просто всё время кажется, что у них какая-то фляжка во рту, и они набухивают друг друга. А иногда похоже, что сатиры держат пистолет вообще вот такие. С пистолетом стоят, а потом в него дуют. Я не знаю, о чём я говорю. Давайте вернёмся к бою. Делают они странные движения. Отмашку мне снимать особо неким. Птицы отмашку стоят. Ну, наверное, можно. Ууууууууууу Блин, на 4 бы урона меньше Не убил бы И не убил бы Вон там, блин, 30 гномов не убивают А тут дурацкие 10 сатиров убивают Ой, я даже не помню, кстати Сатиры это какой у нас Сатир, это какой тир Существ Это четвёртый Идея, да? Как мечники, типа Ну блин, тогда, конечно, не стоило Наверное, это дело Больше снимать отмашку не буду Этот волк такой, типа Ну ты это, снимешь, давай Последний рух Такая, ну, нет Нет, кивает Отрицательной головой, даже и не думая об этом Блин, жалко птичку Очень Но, вот Вот эти вещи две, они прям приятные Приятные, приятные Плюс две скорости, плюс две скорости Это серьезно Вот как раз нам тогда, вот, не хватало чудику Да, с нашей тактики, две скорости И он бы доходил Вот, мы их как раз тут и нашли Что нам нужно Делать дальше? Ну вот, чудиков Да, отстроили Отхватили, и все нормально Но нужно очень много денег Есть только Гномник там, да Сверху он неудобный Тут у нас, ага Может кристальную шахту Кстати, отхватить Да, нам просто очень пригодятся кристаллы Оооо, тяжело Тяжело Тяжелый выбор Вот сюда, да Ну, то есть Неудобно там Дороги От дороги очень далеко Вот здесь можно еще кристаллы получить Нам нужно, по-моему, сколько там 20 кристаллов Ох Ладно, еще раз умоемся И поехали, наверное, куда Куда, куда, куда Здесь я одного не взял Но неудобно, то есть я боюсь Как это говорится, нетемпово У нас оппонент, на самом деле Чтобы вы понимали Он, конечно, проглодит, да Как бы ходит По меркам героев не так далеко Но на самом деле он очень шустрый Очень шустрый Воевода Чуть-чуть можно, чуть-чуть где-нибудь опоздать Нам самим Это нам аукнется очень сильно Поэтому думаю, поэтому думаю очень плотно Как, куда, там есть еще коробка Кстати, очень интересная, да, вот внизу Угу, угу Сложный выбор Ну коробку можно брать 50,99 Угу У нас вроде тоже Немало Да, муниципалитет отстроить Денег не хватает Культуры, может, она и не хватит Хе-хе-хе Так Седьмой день Седьмой день Обычно берется какая-нибудь Самое последнее внешнее жилище Или что-нибудь такое А мы вот нападаем на Крестоносцев 52 Я знал, что их будет Минималка Потому что мы уже их осматривали Там их было 20,49 Так что, в принципе, я готов был, да, к этому Вот теперь надо только Подготовить свои отряды Угу, угу Потому что будет довольно Ну, они и сильные 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 противники Куда-то вот наверх Да, думаю Потому что смогу отманить там внизу Их как-то за камнями Там их вот это вот завести И они там В них и потеряются В этих камнях Так, ну что, поехали Да, смотрите, все Все трое пошли вниз Это прям супер замечательно Угу Чудик, ну, не боится вообще Никаких уронов Ну, прям нормально Нормально Так, что с нижним будем делать Как бы их так А там проход между камнями есть, да А, я что-то не подумал Не подумал Мне сейчас там и пройдут Я не подставился сейчас? Нет, не подставился Что ты Так, Саш Куда-то торопишься Торопишься куда-то Подожди, подожди Давай сделаем все правильно Сделаем все четенько Там я еще не ходил Но у меня еще никого Еще вообще не ходил Могу вот так вот, типа Снять отмашку Да, извините Мистер Чудище Но вы у нас Снимаете отмашки Угу Угу Так, улетаю Могу ударить Ну вот могу И даже убью Скорее всего Но Такой обратный Я получу урон Неприятный Прям очень серьезный Так, если я здесь жду То они в меня Оба Врезаются Это неприятно Так, ну сейчас Видим на поджидании Отмашку будет Снимать Десять Вот этих вот Мальчонков Будем бить Наверное Надо было Блин В одиннадцатого В смысле В тринадцатом Наверное Бить-то надо было Тороплюсь Тороплюсь куда-то Не знаю куда Куда-то Тороплюсь Ну вот Ай Ну что ты Могли вообще Почти никого Не потерять Ооо Хорошо Если вы слышите Какие-то странные шумы Это у меня тут Кошка бегает Так Слушайте Ну с шестнадцатью Птичками Можно и пробить Вот это вот Вот это вот В банк На габанк зайти Не оформляй Никакие документы Даже Ни на ипотеку Ни на чего Сразу забираю У них Все деньги Грабеж Конечно Да Да Что поделать Нам нужно воевать Ну и конец хода Снова неделя крыс По-моему уже была Такая неделя Ну ладно Че Наги 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 Ну мы нормально Ну ничего Можно было Кстати Побольше Между прочим Мы с большим количеством Справляемся В принципе Ну ладно Тоже ничего Тоже ничего Так Ну вообще Можно было Наверное согласиться С такими потерями Но хочу все-таки Посмотреть Что можно сделать Одну То есть Ты мне еще и Ага Че одну То так мало Она просто Просто еще Вернет Вернет мне еще Какой-нибудь урон Неприятный Так Отходим Отходим Ну че Бить не бить Но она мне Убьет пару Псин Неприятно будет А в принципе У нас Птица Она у нас Убивает Да Вот сейчас Наверное чудиком Сверху мы Встанем Убьем Она подойдет И мы ее С отмашки Ааа С отмашки Какой отмашки Точно Точно Нет никаких Отмашек Денег набрали Смотрите Десять тысяч И вот сюда Зайти Ой Ну это Мы же тут Потратим Очень много Времени Но Но Без нее Без этой шахты У нас Не получится Улучшить Чудовище Чудовище Точнее Что же я все время Чудовище Мы называем Хе-хе-хе Какая скорость Ну птица Конечно Конечно У птицы Разгоняемся Здесь можем Отстроить Наконец-то Муниципалитет Наш первый Здесь Во втором замке Думаю Даже Нет смысла Пытаться Его отстроить Это очень дорого И по ресурсам И по деньгам Так Ну все Шахта наша Берем обратно Войска И идем Смотрим Трупы В трупах Ничего Уж Третий Пустой Труп Ну как так-то Вот Мне кажется Надеюсь Патологоанатомы Так Не Говорят Семь Семь Чудища Это вообще Очень круто Как же все дорого Ну просто С ума Сойти У топа Хоть иди Пробивай Ага Ага Ну пока Буду Буду стараться Для видео Чтобы Этого Не было Так Улучшить Птиц Надо Надо Оооо Но деньги но деньги даже не знаю что такое что такое додумаю просто все-таки в утопию зайти до заскочить ну как-то но вот так вот для сохранить птиц сохранить это собак которых сразу разобьют книг заклинаний да мы такие вот спрашивает купите у нас книгу заклинаний я такой окей так взял и купил но нам пригодится вообще-то хоть мы конечно далеко не интеллектуалы здесь но почему бы и нет почему бы и нет да все таки тут и забежать забежать туда страшно вот смотрите а мы сейчас зайдем туда чудик возьмем одного еще будет 10 до денежки у нас как раз на следующий ход появится все еще думаю как где мне достать миллиарды миллиарды рублей ну зачем золотых да там вообще неудобно туда то есть я там потеряю очень много ходов но там ноги да вот 2 2 нога банками пробить было бы неплохо было бы неплохо ну чё идем сюда ты водит охранять шапку ну мог мы пробьем конечно это не проблема даже так да еще лучше так драконы и драконы 2049 нет мы это не бьем ура так а там чё за минотаврами что ли этот книга земли ой чё-то я ее не заметил вообще смотрю минотавры и минотавры мне показалось тут такая голова такая ну вы знаете а там оказывается книга земли так а что если мы возьмем эту шапку да где-нибудь резь ним ману установим до полного возьмем книгу земли и ну и зайдем в нога банк в один во второй телепортируемся в свой замок и тогда потратим очень мало ходов на такой вот финт ну как вот автобой ну и моё ну вот 10 чудищ есть я вот могу ми просто туда залететь мне не будет ничего да ну автобой конечно очень любит бежать вперед всеми войсками давай не ждем ощущаемся так но ну и гнолы ну что такое вот эти все бои самому уже на проводить не хочется есть 10 адекватов как назвать так у меня еще остаются ходы да если беру сейчас тогда не беру золото а мне надо установить ману сейчас возьмем тогда денежку здесь сейчас и идем туда и отстраиваем там гильдию магов 555 так вот здесь мне как раз не достаю да и походу может ты стрельнешь в единичку ну пазя ази нет ладно тогда отбегаем чудиком добиваю в домик пойдет в нас ну промечу естественно но одного потеряли ничего страшного ничего страшного строим где магов и разгоняемся видимо да 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 разгоняемся на гоблине так чем не осталось еще в начале предвижения то есть я теории мог взять и вторую кучку золота у нас каждая кучка на счету каждая кучка так все нормально все нормально у меня нет ни сапогов ни перчаток все заканчиваем ход так как в целом у нас вообще происходят дела то у нас 10 чудиков есть да прекрасно же прекрасно все хорошо надо только все это успеть сделать ты хочешь 3 чтобы я отдал 3 за книгу земли не готов есть другие претендент на эту жертву так ну и выстраиваемся закрыть закрыться полностью не выходит очень много сверху да туда пойдут были на потом они все скопятся у меня внизу да и я даже не знаю как там ну вряд ли они в десятку будут да прям биться я думаю если мы их дадим им гоблина на выбор или 10 чудищ я думаю они выберут сладкого так убиваем с одного удара приятно 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 так убиваю конечно как эти ходят в принципе я могу отойти чтобы они сразу не врезались во всех вот этих вот каждая под открою они могут сморалиться и тогда будет очень а плохо я рисковый парень так они даже вау как они красиво то они сделали все мне нравится так они нам дали еще один такой ход чтобы на подумать как их как правильно тут никого не потерять то есть я могу сейчас туда молчонку поставить сверху который поможет так вот здесь под закрыт ну и сейчас ждем пока они врежутся во всех я думаю доходит только один кстати там минотавром так что тут будет либо тройка либо десятка туда и никто туда не пошел ну и хорошо ну замечательно все одного мы убиваем затем на следующий ход второго еще десятку убьем и и у нас останется всего 13 монтавров с которыми надо будет сражаться это я могу это под закрыть своих этих не могу и получаю за это опять по тому же шлему 11 неприятно но и опять же лучше так чем три чудика книга земли у нас городской портал есть все шикарно все шоколадно надо только бы еще какую-нибудь ну типа земельку если нам дадут магию земли то мы обязательно возьмем че могу сделать здесь ничего не могу на денег пока у нас нету но будут обещаю когда мы грабанем тут несколько даже банков даже 2 и прыгнем обратно в свой замок тем самым сэкономив как я уже говорил кучу кучу ходов 2049 но опять же можно было бы удать уже и побольше можно удать уже и побольше так что-то надо было наверное разделять разделять наш самый основной боевой стак так ну влезет сюда да надо кого-то подставить да чтобы спасти немножко орков надо было кажется все таки да разделять блин ну отходить теперь не отходить он никого просто не убивать урона не доносит получается никого не убил и считай урона не нанес ну нет конечно вранье все это ну учитывая что у меня чудик ваншоты как это называется то есть одного удара он и убивает всех то смысл в его вот этой стрельбе нет никакой так как мне тут доходят на меня не доходят не доходили не доходили ничем не делать с вами теперь не знаю закрыто никак не получается даже если я вот так вот встану да надо бегать уходим так призадумался о чем начали так все ну всех потеряли конечно почти мальчишек но ничего единички у нас будут рождены теперь из орков все еще все еще не хватает на улучшенный утес чудищ там нам нужно дерево еще наменять что ли чуть-чуть хотя бы да а на следующий ход как раз и построим так ну давай муравьед 1.4.1 у нас уже то есть первый день четвертой недели первого месяца опаздываем опаздываем наш оппонент мог уже уже сегодня уже выбраться в сокровищницу и начать там просто пухнуть от артефактов всевозможных и где нормальные потери можно оставить в принципе мальчонка рядом с этой чтобы я здесь ударил и она вперед не пошла просто не пойдет такая типа я сказал не пойдет но она все-таки решила ладно приятность это переживем переживем настреливаю на самом деле по фактов просто так позлить потому что опять же да повторюсь что все вот и земля вот и земля вот и денежки 8000 в слау да нам нужно именно туда 29000 рублев минус 15 сразу ну как много то надо о где все это найдут нам ммм ну вот наменял я да и на каждого еще там надо было 10 15 тысяч а нам денег даже еще не хотим вау нифига это очень очень плотно очень прям неприятно конечно что они где сейчас денег достать на меня и на 15 ну будет 10 да 10 улучшенных чудиков это конечно приятно но мы из-за них все-таки именно из-за них мы и теряем немного в темпе да потому что пробивать главную охрану мы будем черт пойми когда ну ладно портал есть землю нам дали и я думаю мы сможем успеть еще и вернуться сюда как только так сразу как говорится что-то еще здесь кого-то ну блин не ну все в деньги упирается я бы с удовольствием все это скупил все что у меня там есть и птичек я бы улучшил ну и все такое но нет так ну второй день четвертой недели все очень серьезно надо бежать сломя голову просто уже все ходы все уже дни потеряны 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 дни да уже с миром все ходы уже блин не знаю еще птицы опаздываю короче о чем я говорю опаздываю очень сильно ну ничего уже ничего не поделаешь что 1 4 3 буду пробивать да получается поздно противник у нас еще на главной охране стоит неприятственный ну могло быть и хуже честно могло быть и хуже так что ладно сойдет потери какие-то не судебные он не согласен я думаю мы сейчас как-нибудь что-нибудь да придумаем ух блин много 11 на 6 да 66 что получается ну да много много как-то смотрю я на этих собак да 30 там 40 ну ничего они там урон даже не нанесут урон у нас вот в чудищах ух ну ландшафт еще такой кстати более-менее интересный можно было бы еще какое-то силовое поле поставить а там все равно двойной проход да был бы единичный было бы интереснее дойти прям вниз чтобы он ворвался куда-нибудь да вот можно кстати взять подмашку для остальных теперь надо отходить тогда да ммм ммм да опасно а эти двое эти двое не доходят можно убить тогда можно убить подокойно аккуратно надо вставать у нас у нас все большие существа такие все откормленные все двойные ммм раз два почти добили вот смотрите вот почти добили и либо вот 10 чудес раз и сейчас два будут да страшная сила конечно страшная в общем надеюсь что они не будут его бить тут угу так щит в птицу или в кого в кого они будут бить ну как обычно в кого щит прокинешь в того и не станут бить я бы не хотел конечно птиц терять ну то есть типа вообще не хотелось бы можно снять отмашку для собачатина которая 32 будет пить тем самым вот как там да мало конечно вот эта мораль была очень неприятная и собаки падают клево блин клево уже сразу слетела с нас богословление давайте еще раз что точно уверенно добивать что делать здесь то это 11 они ворвутся в собак и они просто их разорвут стою в деф чтобы максимально менее не милизировать потери хотел сказать я но их там почти всех и убили ну ладно ничего ничего у нас 10 наших седых мужчин хотел сказать я медведей конечно они все еще у нас есть и нам ничего не страшно даже вот эти вот сколько то тут там плёточников да как нибудь расставлюсь так не знаю разряжено на самом деле почти все равно потому что все будет весь урон будет носить один единственный гражданин убегаю убегаю птицы ну типа бьют да типа что то там они как то наносят по факту не очень надо ударить куда нибудь и отбежать ах от чего вы медведи и гарпии слушаю ну вообще-то что то с этой моралькой получилось очень даже ничего так не пугаюсь да хотя можно было бы испугаться но 300 урона вряд ли вряд ли так что у нас библиотека приятно приятно да 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 теперь у нас уже даже мы уже не так глупы у нас уже 8 знаний есть вы приходите куда-нибудь в институт спрашивают какой уровень у вас знаний и вы такие 8 они такие хо 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 неплохо неплохо да ну тут опять чего птица она опять но она есть но бить то она особо не умеет да мы просто ее закрываем и она зачем морали то их не может быть да так так отмани еще раз волосануть хорошо в нижних потом сразу в верхних нормально а потом как-нибудь и вот оставшихся там за вот этими костями тоже как-нибудь добьем вот это неприятно то что он доходит сейчас да было бы неплохо если бы он не доходил я бы подождал и просто два удара и и все собственно так а он подставить подставить да может вытерпит да ну 300 урона нанесет ли 24 300 я думаю нет да вообще еще есть минус удачи ну короче все нормально все нормально живем живем базовый огонь да нету что ж логистику возьми так свитки не смотрю что там потому что мне принципиально важно сейчас разогнаться и ману восстановить так и здесь рынка нет и тут рынка нет да что ж такое это что за экономика такая монопольная это надо надо срочно это менять так кто у нас птицы все таки или этот ну этот чудовище да чудище чудище чудовище я прям не могу прям называю их чудовищами и все извините извините так ну вот мы в сокровищнице да четвертый день мы супер опаздываем так а че 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 нам единички нужны кстати орки ну очень очень медленные 4 скорости я вот разменяю вас вот так вот да на на быстрых крыластых 8 3 ну в принципе неплохо но мне кажется я бы мог сыграть чуть лучше и потерять например собачьих не хочу собак терять смотрите сейчас так блин вот надо их походу разделять надо их разделять научиться уже это делать не забывать так просто просто закрою сейчас здесь можно отмашку снять и закрыть и тогда птица влетит туда и ударит нормально нормально по моему все здесь добивается и птица тоже добивает все 3 потеряли сохранить собак берем нагрудник из серы да берем надеюсь он этой серой уже не пахнет а здесь блок и очень неприятный блок это блин вот не хочется этот гусь мне золотой как-то ну хорошо и нехорошо одновременно очень много теряется рухов срочно так вот только как как сделать так чтобы они мне не прожгли да как такову то как то подставить там все долетают да что я не очень понимаю по моему невозможно сохранить рухов как не подставлюсь они все равно влетят да даже не знаю ну вот раз два три четыре ага ну хорошо но они еще и второй раз будут ходить мы вот например скорее всего убьем это не страшно убьем вот да один один стек убиваем это не влетит да аааа нормально кстати неплохо кстати получилось в принципе неплохо сколько убиваешь не два ну че то надо делать защищаю и встаю защищаюсь одну птицу ну одну птицу терпимо в принципе и вообще у нас не осталось не осталось единичек это очень очень неприятно зато золотой гусь да конечно золотой гусь это прям вау можно прям гоготать от смеха ну тут вроде должно быть все просто птичку главное не подставляем убиваю этого и бегу наверх чтобы он до меня не дошел нижней вот так вот так ну все простенько да без потери этот шарик мне и не нужен на самом деле просто бегу вниз смотрю где оппонент ищу его а на самом деле хотелось бы добежать да как он там кстати 16 10 11 13 ну да он точно здесь он точно тут уже добирается понимаю всякие артефакты ага и еще один блок из наших родных наших золотых гусь они очень быстрые шустрые ну чё гусь давай работай 4 750 вход он дает тех кто не знал вот значит сейчас будем пробивать золотых золотых гусей сейчас будем пробивать да нет конечно золотых рухов не знаю пару днищик делаю чисто так чтобы ну как-то там это под закрыть не хочу делить блин 7 теряет автобой а сколько потеряю я не подставлю все таки опасно опасно обязательно щит конечно 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 те кто убивает 45 мало вообще мало ну и как закрывать руку убить в тех верх да так нет не очень а вот так вот он слушать ему нормально 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 3-4 сэкономили 4 сэкономили там три у меня 25 пегасов блин хорошие конечно но лучшим вы мне далее кого там лучше эльфов что ли эльфов нам вряд ли дадут опасные горгоны опасные со своим смертельным взглядом поэтому закрывая вдруг сморалится прибежит у меня минус 3 чудика будет это вообще непростительная будет ошибка так а теперь надо вот отмашку снимать и влетать кем получится скорее всего получится только газами и чудиками то раз да почти добивает так поэтому думаю можно и заблесить а сколько ударишь до 19 молод боюсь я боюсь вот этих вот глазастых уж очень у них смертельный взгляд как они не приятно пошли мне теперь надо тут все переформировать у моей вот эти ландшафты иногда конечно супер не везет с ними много у нас двойных существ у нас одна одни двойные существа и остались вот надеюсь на финалки нам это вот этот ландшафт не попадется какой-нибудь 0 0 и 0 да его можно дать 2 2 все нормально ну 2 пегаса что страшно чего нас тут и еще 25 пегаса ну нормально уже такой боевой стек даже может получиться если 40 плюс пегасов так это вообще так до 48 пегасов у нас получается чудик делю этих делю тех делю замечательно были бы у нас были бы у нас стрелки так и вообще умопомрачительно было бы но да ну да ну да чё там него гномы да уже засел уже в центре так он там на 4 разделил мы тоже делаем 4 будем сейчас залетать просто вот они мы вот они мы красивые смотрите на нас радуйтесь ну я бы увидел такую армию мне бы вот все все равно было бы на то что здесь вот это вот летучая а я бы посмотрел на 10 чудища бы такой ну это будет непросто вот надеемся на этот эффект кстати а хватает ли у нас ходов 549 да а нужно всего 200 мы можем сейчас сделать портал в город сюда денежек у нас накопилось золотой гусь поработал чуть-чуть вот мы позолотили с этого золотого гуся сошла вода золотая и мы этой золотой водой полили наших рухов это они стали золотые берем еще единичек я думаю вот теперь уже 14 древних чудищ вот это уже будет ну я думаю посерьезнее посерьезнее разгоняться или нет да вот сейчас а вот если он где-то прям вот прям за углом стоит вот этот вот троглодит он стоит прям за углом и как залетит а у нас единичек тогда не будет просто если разгоняться да остались всех существ кроме быстро там то вот эти единички они схлопываются и все так что боюсь разгоняться как говорится в тылу врага ну так ну чё на нас не напали день прошел в кармане золо куда теперь идти вот вообще не знаю что делать может посмотрим где и как он мог куда ходить слушай а чё то я думал артефакты показываются на экспертной земле ага ну и чё я тут увидел ну да он пришел снизу вон там снизу дорога идет на к центру пришел снизу и чё мне это дает фениксов он не пробивал я не вижу просто нигде пустых объектов то есть типа где-то какие-то пустые улицы да где откуда он мог идти и что мне собственно с этим делать чё пробить взять немного атаки и защиты да вот это ой 2049 фениксов ну не знаю даже там все отдается все пегасы отдадутся много птиц отдастся приятно может так вот зайти забежать взять статы и обратно сделать портал в город там и остаться как у него ой он там оооо он без дела то не сидел конечно если не успели там увидеть Ее там знание чуть ли не 28, что ли Короче Неприятственно Что, берем вот так Так А так, наверное, мы можем брать Защити нам против Не особо поможет И вот раз и обратно, да, сэкономим выходы Давайте посмотрим Что, у нас тут тоже ничего не взято Тоже ничего Куда, куда двигаться, не могу понять Не могу понять Ну, вот снизу видно теперь, что он снизу там был Ну, понятно, он снизу ушел А куда же он пошел Ну, то есть Может, он обратно пошел Ну, а если он обратно пошел, то зачем там Нет Ну, вот вижу, например Демонов, да За ними коробка Я бы эту коробку брал, например Значит, налево Он не пошел Значит, пошел обратно Вниз, да Ну, давай его там встречать Наверное, внизу Знаю, боюсь Переживаю Не видел У него еще ни армии Ничего Только так Чуть-чуть Характеристики посмотрел Ну, и они меня Ну, скажем так Пугают Ага Утопу, значит Пробивал Это точно Фениксов говорит Не трожь это на Новый Год Да куда уж там Трогать их Больно будет Обожгусь Я бы не стал Трогать Фениксов Пускай лежат Мне все равно Но смешно Смешно Там шлемчик, конечно Приятственный Ну, нет 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 Следующий ход Так Опа Идет А, значит Не пробивал Топу Топи драконов Пробивает сейчас А что, где остальные 1.4 Вижу только А где остальное Сейчас, видимо Нам покажет Я думаю Сейчас нам покажет Когда ход Закончится Так Ну и что тут Много-много-много А у нас есть Лупа Раз 48 Не страшно 57 Ну так Феечки так 20 Ну так 27 40 Ну так Я бы сказал Средненько Да Если у меня есть Золотой лук То больно С маной Так вообще Конечно Ужас 192 маны Но мы вешаем У нас Книга земля есть Мы вешаем Антимагию И тогда В принципе Ну Что-то прям Сильно проблем Я не вижу Нам главное Теперь первую скорость Да У него Эти птицы Блин Вот он только Их для скорости Берет Я знаю Что он их Только для скорости Берет Одевать мне Нечего Для финалки Даже Гуся Могу Не снимать 14 скорости Крадется Кракожу Или как это Называется Крадусь Крадусь Да Вот там Кстати Смотрите Можно Личей пробить И будет Колечко скорости У нас есть Плащ скорости Плюс Кольцо скорости Плюс У нас Шива Дает скорость Нашим Птицам Может У нас Получится Выиграть В скорости А Как Нибудь Как Нибудь Блин Тут еще Не потерять бы Смотрите Сколько Просто Сотни С ума Сойти Тут Не потерять бы Просто Много Войск Нежелательно Конечно Тратить Ману Но Щит Обязан Сейчас Обязан Сейчас Прокастовывать Иначе Будет Бобо Иначе Будет Бобо Ай 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 Бегу Вперед О А на второй Так подействует Нет А почему А второй Не бежит Ну Че так Ну и добиваем Все Отлично Две Конечно Птицы Неприятственно Неприятственное Кольцо Беру Скорость Ну с ума сойти 15 скорость Блин А у него По моему Сколько у них 16 или 17 Ооо 16 Ну блин Одной скорости Не хватило бы Только посмотрите Одной скорости Не хватило Если бы У него Еще он стоит Не в верхнем Самом слоте То тогда Я бы ходил Первее И сразу Антимагию Я бы применил Да И он пишет Что у меня Первый ход Я пытался Я пытался Честно Честно Ну да ладно К черту Давайте смотреть Что мы тут Можем придумать Что 150 на роли Ну фигня В принципе Нам Нам по идее По сути Надо просто Бежать вперед 20 этих Плащеносцев Красного Плаща Да Вот этот Алый Как это Алая инквизиция Алые плащи Я их в принципе Сильно не боюсь Сейчас какой-нибудь Должен быть Жах Сильный Серьезный На 16 Сил закидания Будет очень больно Вот Но 14 чудиков Ну там Ну Ну ударят Ну там Туда Сюда Ну у них Здоровье Там Завались Не боюсь Наверное Вообще Никого Думает Думает Конечно Понимаю Понимаю Думать Стоит Стоит Подумать Но мне надо Как-то за этот Ход Быстро 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 И убить Этого Феникса Точнее Огненную Птицу Жар Птица Жар Птица Ну что Ты там Думаешь Что там Думать Надо Жахать В Чудика Потому что Ну Птиц Ты не Убьешь Сразу Пегасиков Ты не Убьешь Сразу А Чудишь Тебе Еще Как бы Пилить И пилить Их И пилить И пилить Или может Он думает На кого Антимагия Какая У меня Магия 10 Заклинаний И 60 Маны Ну это Вообще Нечего В В В В В В В Я приберегу всю эту ману Для антимагии Ох, вспоминаю, как это Наша первая-первая там Битва была на тоненького Просто, просто ужас, конечно Из-за того, что Расстратил я там всю ману Вот эту вот Да, вот я пишу уже, ну не томи У меня тут уже, ну потеет Все, ну нервы-то сдают Вот А-а-а Телевизоры Интересный Разговор Да О, мне там что-то с клавиатурой случилось Сейчас, сейчас Посмотрим Посмотрим Че у нас идет И просто закрывает меня Просто закрывает меня Вот наглухо Просто закрыть И все тут Ну Вот жалко антимагия Жалко Она не работает Никаком Никоим образом не работает На Собственно Эти телевизоры Ну ничего Как-нибудь выберемся Там вроде не так Все прям Ужасно Расстреливают Неприятно Конечно Закрывается Нормально Нормально Мы тоже сейчас Че-то как-то Вот этих вот Гоблинет выводить Отсюда А то они просто Закрывают У меня проход Блин А если я встаю Пегасом И убиваю Птицу То тогда Опять чудик Не выходит Он же ж Блин Че-то как Ну неприятные Телевизоры Неприятные Я конечно не ожидал Что будет именно так Но Ну и выстрел Будет опять Опять туда Да-да-да Наших Быстрых Быстрых Птичек Как мне быть Смотрите Я пегасами Убиваю Да Я пегасами Убиваю Птиц И остаюсь Там И чудики Никуда Не ходят Но птиц Мне надо убивать В любом случае Ну да И моральки у меня С такой внезапной Не будет Ниоткуда ей взяться И чего И чего И как Че-то я даже не знаю С этой стенкой Блин Ах от чего Медведи не летают Как там было Облачком Стань облачком Так Пробил Вот эту Неприятную Историю Да Закрывать Не могу Иначе Будет Бобо Че могу Сделать Че могу Сделать На этих Мапе Вообще Не работает Да Просто Метеоритка Она усилена Жахой По Элементалям Земли Что-то Я такое Прям Придумать Че-то Прям Такое Не могу Не могу Главное Что-то Первый ход У нас Да Да Щит Прокинуть Да Но вообще У них Стрелков Много Может имело Смысл На каменную Кожу Не знаю Не знаю Но ближний Будет у нас Точно Начнется Когда Так Ну например Да Двигаюсь Здесь У меня Уже Никто Не закроет Там Особо Ландшафт Кстати Но он Неприятный Я бы Не назвал Ее Очень Приятным Ага Так Ну и че Он будет Делать Ну и че Ну и че Мы идем Чудики Грядут Идут Вот они Доходят Следующим Уходом Видите Нормально Кого нибудь Там Ну просто Мне кажется Он одним ударом Ну убивает Там почти Любой стэк Кто у него там Стоит Даже баллист Даже баллист Да Бах Ооо Это была цепная молния Минус Птичка Минус гоблинцы Ух Неприятно Конечно Неприятно Но опять же Не отчаиваемся Не отчаиваемся Сейчас будет Следующий ход Наш Вперед Только Вперед Будем Уничтожать Так Он там Скучковался Я теперь До него Не Дохожу Правильно я понимаю Вот можно теперь По ним сжахнуть Но попадет Только По троим На этих Металличесторм Вообще Почему-то не работает Да Он наверное Мимо просто Пролетает Мимо воздуха Просто так Там 10 этих Всего осталось Можем в принципе Попробовать их Как раз И Добить Да Вот теперь Михаил Потапович Теперь Не доходит Не доходит Ну как хитро Все придумано Как хитро А Ну мы можем Сейчас пока Хотя бы Вот этих вот Горящих Элементалей Магмы Да Жахнут Ну теперь На пегаса Весь Урон Сейчас упадет На пегаса Да А И Можно его В принципе Спасти Хотя бы Чуть-чуть Щиточек Накинуть Ну что там Такой еще магии У меня мало Баллисту Разобью На всякие Ну еще Апкакинг Это Неприятно Что-то у меня Минус одна Мораль Минус одна И она все равно Срабатывает Когда у тебя Плюс одна Мораль Так она Никогда не Сработает Вообще Как это Работает Не знаю Опа Ай Я Дуралейка Да Вау А я Не пройду Теперь Здесь Ой Как Неприятно Ой Как Ооо И чего Мне Теперь Делать Штуку Эту Задиспелить Никак Нельзя И вообще Никак Не снять Устранения Преград У меня Тоже Нету Вот Сейчас Бы Кстати По-моему Сейчас Единственный Раз Когда Магия Устранения Преград Мне Бы Помогло То есть Я бы Смог Убрать Какую Нить Из этих Кучек Здесь Вот Это Озеро И Вот Эти Камни Хотя Бы Да Потому Что Если Мне Сейчас Разворачиваться Это Мне Через Вообще Вон Ту Жопу Ити Ой А Что Делать То Что Делать Сколько Она Ходов Стоит Два Хода Она Стоит Ну Вот Типа Каменную Кожу На Пегасов Да Ой Йо 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 И Чего И Чего Ну Ударю Я Здесь Меня Просто Сожрут Сейчас И Все Как Неприятно Вот Он Доходит Я Могу Здесь Хотя Б Заныкаться Да Стрелять То Он Будет По идее В Чудик Правильно Он Будет Стрелять В Пегас Так Я Жду Конца Эти Стены Да И Потом Что И Потом Вот Как То Уничтожаю Куда Смотря Куда Он Пойдет У него Видишь Как Хорошо У него Все Единичные Отряды То есть Они Занимают Одну Клеточку У меня Вот Чудик Он Занимает Две И Поэтому Он Будет Страдать Ну Мы Все Еще 13 Все Еще 13 Все Еще Это Все Убивает То есть Типа Вот Эти 13 Чудиков Они Убивают Этих 20 Этих 42 Этих 48 Этих 29 Убивает Без проблем Без проблем Ждем Ждем Оппонент Думает Мне кажется Он Какие-то Хитрые Коварные Планы Какие-то Выстраивает Так А он Может Туда Поставить Вторую Стенку Чтобы Я Не Прошел Нет У него Не Получится Поставить Вторую Стенку Так Чтобы Я Не Прошел А Блэс Ну Неплохо Неплохо Сейчас Будет Очень Сильный Урон Туда Да Неприятно Еще один Чудик Угибает О Мне срочно Надо До них Просто Очень Срочно Надо До них Добегать Добегать Куда Идет Он Просто Убегает Так Хорошо Теперь Теперь Мы Можем Уничтожать Просто Вот Эти Вот Стрелковые Отряды Кого Я Больше Боюсь Наверное Воздушных Боюсь Больше Всего Да Более Не заблесс Но Когда Они Под Блесс Они Сумасшедший Урон Наносят Даже Больше Чем Ледяные Поэтому Собственно Именно Так Делаем Угу 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 Ужали Будет Делать Какую-то Выжидательную Тактику И от Меня Бегать Пока У меня Не Кончится Мана Но В принципе Да Он Мог Мог Вот Так Вот Да Магия Воды Вау Я Вежу Антимагию И он Ее Снимает Двенадцать Она Стоит Это Та Три Антимагии Я смогу сделать Две антимагии 24 Две антимагии Ооо, блин И он ее будет снимать Да Ой, как неприятно Ой, как неприятно И чего, и чего Ну убиваю я, да А дальше-то чего Ой, там 20 хп у него осталось То есть один чудик тут точно убивается Но он магией меня просто зашмаляет Он магией меня просто зашмаляет Ну видимо вынужден, видимо обязан Угу, угу Так Ничего, ничего Опять будет снятие заглядания Или он уже Как раз кастовал этот ход Это был предыдущий Ну что, да, он снял Хммм, неприятно Неприятно, конечно Масс магия воды То, что она дает такую возможность Снять Да, снимает И, блин И, блин Мне надо срочно до него добегать Прям всеми силами Просто бежать к нему Сломя голову И добивать его Мишки, ну научитесь уже летать Ну просто с ума сойти Ну вот смотри Добегаю, да На следующий ход Если я просто есть, я нажимаю А если я нажму выйд Ммм, надо идти Так, ну и опять антимагия Опять антимагия Чтобы он опять снимал мне Ну, а что еще делать А что еще делать Да Закрою здесь Чтобы Он туда не прошел Чтобы он не прошел Через эту норку А меня бы закрыл Да Но он все равно проходит Да Через эту норку проходит Если он ставит стенку слева Я до него не дохожу Я правильно понимаю Вау Вау И чем никак нет Сюда если бегу То он убегает налево Мне надо ждать тогда Наверное Подожду И с поджидания Я по идее До него как раз должен Доскочить Неприятно А что этого делать Что поделать Да Так Ну я на выйти Сейчас дохляжу Нормально Нормально Ну конечно же Ха-ха-ха-ха Ну прям нашел Две вот Самые-самые Вот эти вот Клетки И тогда ладно Там три клетки Там было Да Чего Полечить чудик Чуть-чуть У меня шесть маны Мне больше не на что Щит меня не спасет От заклинаний В принципе лечения Можно шестьдесят Здоровья Шестьдесят здоровья Ну и что это Ну и что это Шестьдесят здоровья Ну это Хоть что-то Правильно Так Ну я дохожу И бью Вот сюда Потому что Ну он Из ответки Вот такой вот парень Так Ну и куда он Куда он Порвется Получается Куда он Бежит Куда он Побежит Ман Еще Сто девять Маны Он тут Может вообще Прыгать Бегать Чего угодно Делать Да 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 Неприятно Да Неприятно Убежал Этот тоже Убегает Туда Так Че делаем Ждем По-любому Только Своей Только С ожидания Мы можем Находить Ну вот Благо Скорость У меня Есть Благо Есть Скорость Если он А он Если Смотри Если он В левый Угол Идет Так Сколько Урона Нанесло Так Да Вот он В левый Угол Идет И значит Он сейчас Будет Делать Там Стенку А вот Так Даже Не понял Так А где Мне теперь Встать И ждать Его Стены Так А если Я вот Здесь Встану То есть На серединке Да То Тогда Я тут Максимальную Охватываю Территорию Так Территорию Я идиот Боже мой Какой же я идиот Ох У меня нет слов О боже Что Я Наделал Ох Нет Это была Самая Ужасная Ошибка Которую Я мог Сделать Вау Вот это Я идиот Два Чудища Сразу За раз Ох 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 Ну куда Ну куда Ну надо Теперь Бежать Чего Ну он там Опять Стенку Поставит Да Он там Опять Ставит Стенку И Закрывает Себя Обоих Да Да Вау Ну такой Дебилизм Предлагаю Писать В комментариях Дать Название Этому Прекрасному Ходу Этому Прекрасному Решению Так А ты че Ты открылся Получается Я могу тебя бить А если я туда Встаю Он меня Закрыв Или не закроет Он меня там Подожди Если он сюда Стенку поставит Я закрою Там буду Или не закрыт Подожди Давай подождем Давай подождем Сначала Лучше подождем Бам Еще стрелка Так Побежал Убежал Ну хорошо Он раздвоил Эти отряды Я вынужден Бежать влево У меня Типа Нет Других вариантов Кроме как Бить Сюда Ну Он мне На этом этапе Он может меня уже Просто расстрелять Стрелками Магией Просто расстрелять Очень больно Бьет Вот уже Четыре Чудика Так 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 Ну этот Ускакивает От меня Конечно О нет Ну какая Дизмораль Ну какая Дизмораль Ну ты чего Ну как Ну как Так то Ну Вообще Отвратительно Просто Ужас Ооо Да Ну что Вот такая История вышла Поучительная Не купайтесь В фонтанах Тем более Чужих Иначе Можно Огрести И Никакие Чудища Даже Древние Вам не Помогут Особенно Если Так Жестко Тупить Да Я Субтитры сделал DimaTorzok